Всем привет! Купила я для растений вот такую лампочку с розовым свечением фитолампа и сейчас мы будем ее вешать на окно. У нас вот такое панорамное окно и вот мы будем вешать вот сюда. Мы решили повесить для цветов лампу и выбрали сейчас такой бардак такой, так что ничего страшного. Мы решили вот сюда его, вот эту лампу потом включим, вы видите вот таким образом мы закрепим ее. Крепеж универсальный, мы можем вот так закрепить, а потом еще двигать туда-сюда. Самое главное, чтобы параллель соблюсти и правильно, вот я уже наметил отверстие. Но это не просто так. неграмотный человек, конечно, возьмет и начнет этим саморезом, который дается тыкать сюда. Не надо этого делать. Вот я отметил. Теперь я удираю саморез, который там дается. Дома у нас есть много саморезов, ну да, в данном случае, коли нам китайцы положили, значит, вот саморез, а вот обычное сверло, а это пластик. Нужно просверлить отверстие здесь, для того, чтобы красиво саморез зашел. Конечно, можно и взять кувалду, и восемь раз стукнуть сюда, поломать все окна, и замерзнуть, а можно просто красиво сделать. Вот сейчас я буду просверливать отверстие, а потом, еще раз повторяю, в это отверстие я красиво вгоню саморез. Саморез на один миллиметр больше, даже на полтора миллиметра толще, чем это сверло. что-то там я боюсь туда, там уже алюминий, поэтому давай тогда саморез возьмем другой, покороче. Еще раз, короткий, у нас саморез длинный, поэтому мы возьмем покороче, китайский отложим, до лучших времен, возьмем покороче, чтобы я боюсь, там каркас, вот, каркас этого окна, он тяжело идет, конечно, можно сверлить, но мне не нравится это. Возьмем покороче, чтобы не да, там уже железо. Ну вот мы просверлили отверстие и поставили сюда крепеж. Потихонечку, потихонечку, без фанатизма, вот таким образом. Теперь вот второй взяли покороче саморез, здесь тоже отверстие уже подготовленное. есть, замечательно. Конечно, можно и вручную, но я уже привык дрелью электрической или аккумуляторной, но это уже с годами и с опытом приходит. Так что вот так, сейчас мы установим вот эту вот китайскую замечательную лампочку. Вот она. Мы чуть-чуть влево возьмем. Вот, параллель замечательная. Классно как. Ну, сейчас мы, чтобы вам было интересно, работает ли она вообще. Увеляю вас, что... Ух ты, как здорово. Внизу у этой лампочки выключатель. Здесь есть выключатель, специально я с этой стороны установил, потому что с двух сторон можно. Кстати говоря, вот такие лампы можно соединять. Одну, две, три, десять. Здесь вот переходник такой есть, одну в другую. И вот выключаю. Прелесть. Ну, и когда, знаете, когда ночью спишь, и вот такой мягкий свет такой идет, и спится хорошо. Кстати, к этой лампе можно купить таймер, и он будет включаться по часам. Да. Очень удобно. Да, таймер продается и в Leroy Merlin, и в любых других магазинах. Есть электронный, а есть механический. Вот я люблю механический. Там можно ставить, ну, там такие, там инструкцию надо прочитать, там вот такие посредством тонкой отверточки можно устанавливать. Там 15 минут работает, полчаса отдыхает, или как угодно. И вот в течение суток он будет включаться, выключаться, механический. А к этой лампе продаете специально? Вот этот кабель, он кратковатый, я специально купила удлинитель, а этот кабель с таймером, он подлиннее, по-моему, в два раза. И он прям вот цепляется вот в эти отверстия кабель, и там уже таймер встроенный. тоже очень удобно. Да. Таймер, между прочим, хорошо, потому что 24 часа в сутки не надо, чтобы он работал. Кстати говоря, зелень тоже должна чуть-чуть отдыхать. У нее же не всегда световой день. Это вот тогда, когда в эти непогожие дни вот его включаешь, а у нас непогожие дни 350 дней в году. И, кстати, вот эта лампа, это розового свечения, и она подходит больше для большинства растений. Есть еще фиолетовое, есть белое свечение. Но вот розовое, оно и для глаз не вредно. Игорь Негода